В основном жить в физическом теле. И люди очень материалистично воспринимают мир. Нет смысла пытаться их переделывать. Это надолго, и это не быстро меняется. Сознание не может сразу раз и перейти в психическое тело, и на нём основывать своё мировоззрение. Понятно? Веты разделяют пять уровней сознания. Сознание — это когда грубое восприятие мира. В физическом теле сознание живёт, и человек вот так мыслит. У него всё чётко прогнозируемо, как он будет мыслить. Для него пища — это белки, жиры, углеводы. Поэтому мясо — это нормальная пища, это много белков, жиры, углеводы. Для него любовь — это секс. Секс не получается за свидание. Жизнь — это генерацию. Когда человек в сознании находится в психическом теле, вот этот остров психический называется мана-майя, или психическое тело ума. И если человек начинает чувствовать его сознание там, он начинает от него смысл жизни искать. Тогда человеку нравится зарядку делать, питаться пранической пищей. Пища должна энергию давать, а не просто там поел. Силу должна пища давать, чистоту какую-то внутрь. Люди начинают изучать, как правильно питаться, начинают чувствовать горы, им нравится ходить в походы, песни петь. Они чувствуют, что надо развиваться, менять себя. Они энергию внутри чувствуют, что надо развиваться, надо проруби купаться, надо на солнце быть. Человек энергии начинает чувствовать. Жизнь для него — это энергия. Жизнь не означает секс, еда и сон. А для него энергия в жизни означает жить, означает движение, означает победа, преодоление трудностей. Человек чувствует энергию, ему хочется жить, означает аскезы. Нравится поститься такому человеку. Бегать там или зарядку делать, спортзал ходить, он уже начинает энергии, ему нужна энергия, хочет жить. Следующий уровень сознания, вы говорите, зачем жить? Я объясняю, отвечаю на ваш вопрос. Сознание может в психическое тело разума уйти. Это еще более глубокое представление о жизни, чем просто психическое тело. Есть рост психического тела. Когда сознание туда уходит, человек тонко мир начинает видеть. Он становится поэтом, музыкантом. Становится спортсменом. Чувствует счастье от соприкосновения с природой. У него такая радость от аскез, от усилия внутреннего. Когда сознание начинает уходить в тело разума, разум предназначен для постижения истины, то это называется разумное существование. Человек начинает чувствовать, что такое совесть, жизнь по совести. Начинает понимать, что такое грех. Он начинает чувствовать, что он вечно живой. Что он со смертью тела не заканчивается жизнью. Когда его психическое, когда его сознание, души начинают соприкасаться или пропитывать разум, то для него важно уже жить по совести с женой, не изменять ей. Он чувствует важность жизни, не изменять жене верность. Ему хочется верно жить. Он хочет заповеди выполнять. Человек такой, у него сознание уже глубоко сидит. Он хочет дружбы настоящей. Не просто там, типа, ты мне, я тебе, а настоящих отношений, чистых. Хочет чистой жизни светлой. Человек. Он начинает искать смысл жизни. Он понимает, что жизнь просто для семьи, детей, работы. Это жизнь, как во сне. Есть что-то более высокий, какой-то смысл жизни. Человек начинает чувствовать это, понимать. Ему это важно остановиться. Когда сознание пропитывает чистое психическое тело, человек просто тонко воспринимает мир. Не обязательно совестный. Он очень глубоко, тонко воспринимает мир. И он хочет быть вне вот этой вот всей вот формальной жизни. Часто такие люди, они ведут себя немножко непонятно. Они такие... Могут быть... Могут быть немножечко балагурные такие, как бы, весельчаки. Они наслаждаются жизнью. Когда ты чувствуешь психическое тело, энергию природы, людей, просто балдеешь. Наслаждаешься жизнью. Но когда сознание пропитывает разум, уже психическое тело разума, человек наслаждается от молитвы. Он наслаждается от святости. Он начинает чувствовать святых людей. Ему нравится изучать фильмы, смотреть про святых людей. Знаете, как интересно святость чувствовать. Нормально. Он просто московский озорной гуляка по всему Тверскому околотку. В переулке каждая собака знает его легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кибает ему навстречу. Для друзей и приятеля он хороший. Каждый стих его душу зверя лечит. Душу зверя лечит. Это манамая, это концепция, когда психическое тело пропитывает сознание. Он чувствует тонко природу этого мира, хочет наслаждаться этим миром. Уже тогда легче жить, потому что ты чувствуешь красоту природы, людей. И тебе хочется просто балдеть. Но когда сознание пропитывает разум у человека, уже балдеть не хочется. Человек начинает высший смысл жизни искать. Понимаете? Он начинает чувствовать совесть. И это уже интересная жизнь становится. Уже другая совсем жизнь у человека становится. Он начинает интересоваться какими-то более высокими истинами, изучает это все. В это время человек начинает соприкасаться с разными духовными традициями. Он ищет свой вкус отношений с Богом. Все духовные традиции это всего лишь разные вкусы отношений с Богом. Конечно, люди это воспринимают как что-то очень важное, что только так надо верить, вот так не надо верить. У Бога есть разные веры. Он один. И что, только одним людям, там, вот только такой веры дал себя, а другим не дал. Что, эгоист такой, что ли? Люди, все, которые считают, что Бог один, они все идут к Нему. И просто у всех разные отношения, разный вкус. Но в целом это один и тот же путь. Сознание, когда пропитывает разум, человек начинает очень глубоко изучать жизнь. И все это начинается с совести. И самое первое, что человек чувствует, это, что какого-то нет глубокого смысла в его жизни. Чувствует, что он как будто зря живет здесь. Просто так, на самом деле. И он начинает чувствовать свои грехи. Знаете, чем отличается сознание, пропитывающее психическое тело, просто от сознания, которое разум пропитывает? Разум — это как психическая настройка со стороны. Он соткан из знаний, разума. И у животных разум сильно прикован к жизни. Но у человека он оторван от жизни. Он как будто смотрит со стороны. В этом отличие наше от животных. Называется разумное существование. И разум человека, он может видеть даже наши поступки. Вы знаете, что наши поступки, вот сердце вот здесь застывают, как или чистота, или грязь. Знаете об этом? Я когда молюсь, во время молитвы вижу, что вот вокруг моей души, я душаю, вокруг у меня тут грязь. Вот такая прямо оболочка грязи, чувство грязи. Здесь вот грязь. Это поступки, которые я совершал в прошлой жизни. Грязь. Вот эту грязь молитвой можно очистить. Очистить все свое существование можно. И человек не обязательно прямо четко так увидит, что вокруг души эти грязи конкретно. Но он, когда на платформу разума выходит, он чувствует, что у него есть грязь. Вот все люди в основном, они говорят, да я нормальный вообще. Один мой знакомый прочитал Бхагавадгиту, Священное Писание. И там есть глава «Божественные демонические натуры». Он говорит, о, вот это классно написали. Говорит, вот демонические натуры, вот как бы. Я говорю, а ты как воспринимаешь? Он говорит, ну вот демонические натуры, я вижу вот это, вот это, вот натура, это, вот это, всех я их вижу. А я говорю, а как насчет Божественных? Он говорит, это я. Это как раз вот этот уровень развития сознания, когда человек не видит свои грехи. Он чувствует психическое тело свое, он чувствует грехи других, да, но свои еще не чувствует. Но когда от сознания на платформу разума выходит, человек начинает реально чувствовать свои грехи. Ну, это не то, что типа пессимистом становится. Это неправильное мышление, если человек чувствует грехи, грешные, а грешные, грешные, пошло в стенку биться. Нет, это просто объем работы. Ну да, ты чувствуешь свои грехи. И дальше надо с этим что-то делать. Ну, то есть сознание, когда сознание человека пропитывает разум, то он начинает совсем по-другому вообще воспринимать все, что здесь происходит. Он начинает видеть, что большинство людей просто поддерживают свою жизнь и считают это целью жизни. Они работают там, заботятся о детях. Дети тоже растут у них, и они думают, вот выращу ребенка, построю дом, выращу дерево. Все, цель жизни. Но цель человеческой жизни выше, потому что если ты вырастешь своего ребенка, ему не передашь более высокую цель, непонятно, для чего он потом проживет, твой ребенок. Надо не только его вырастить, а надо еще самому сначала понять глубокий смысл жизни, а потом еще ребенку передать. Потому что те, кто понимают глубокий смысл жизни, в следующей жизни поднимаются высшие миры. Те, кто не понимают, идут вниз. И поэтому не надо одной вот этой жизнью ограничивать свое существование. Надо понять, что дальше будет. Здесь же не так долго мы живем. И поэтому, почему я так много об этом говорю, блин, ну тема другая заявлена, Олег Геннадьевич, вызовы жизни, блин, что тут это вообще? А я это объясняю, потому что вызовы жизни всегда возникают только потому, что вы идете не туда в жизни. Все. Вот когда жизнь не идет в сторону развития высшего сознания, человеку всегда будет колбасить. У него будут стрессы, неприятные ситуации. Когда жизнь туда идет, счастье, чистота, чувство, что ты правильной дорогой идем, товарищи. Светлый путь такой. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Вот такое ощущение возникает. Когда сейчас правильно идет жизнь, развивается правильно, чистое внутри, ощущение светлое, Господь находится вот душа, а за ней Господь находится. Знаете об этом? У каждого человека, один тот же Господь живет в сердце каждого человека. Так он умеет. И он нашу жизнь как по телевизору смотрит. И если я иду правильно, он раз, нам ощущение счастья. Вау! Человек чувствует, что все нормально. А если не туда, значит, вуу! Сердце такое, стена, камень такой. Что такое? Почему так происходит? Куда делся мой любименький ребеночек? Понимаете? Он никуда не делся, он с вами остался. Просто вы не знаете глубину жизни. Из-за этого так восприняли. Не только вы, 99% людей на этой земле тоже не знают. Мы здесь все развиваемся, изучаем. И высшее развитие сознания — это когда сознание возвращается к душе. Оно всю душу пропитывает. И таких людей называют на санскрите «атмарама». Атма означает «рама», Атма означает «душа», а «рама» означает «радующиеся». Атмарама означает «душа», которая радуется в себе, счастье внутри себя испытывает, потому что она себя нашла. Сознание вернулось назад к душе, в духовную реальность. Духовная реальность означает счастье, постоянное счастье человека испытывает. Не боится невзгод, трудностей каких-то. У него внутри всегда счастье. Допустим, пришла беда, он внешне чувствует, а внутри счастье остается. Он не реагирует глубоко ни на что. Потому что он привязан к вечности, не к этому миру. И да, он означает, что-то в этом мире происходит. А он не чувствует, что он только в этом мире живет. Он чувствует вечность. И поэтому, когда в этом мире что-то рушится, он переживает, конечно, как все люди, но не глубоко. стресса нет. Сердце глубоко в вечность. Он понимает себя глубже, не как все. Все понимают себя бренно, что я, как бы, у меня все валится, и все плохо. Итак, мы немножко погрузились в эти темы, очень глубокие. Извиняюсь, что я вас сразу вот так вот туда опунул в эти истины глубокие. Это, конечно, непривычно. Такой Олег Геннадь, что, может, он перебегал там, проруби переселил. Что заклинило? Как он начал нам тут втулять какие-то такие. Мы что, в храм, что ли, пришли? Мы на лекцию вообще пришли. А вот из этого вышла можно обратно в телеску скатиться? Да, сейчас начинаем уже. Да, да, начинаем изучать. Итак, вы поняли, почему возникает преграда в жизни или нет? Не совсем? Еще раз, вот смотрите. Вот смотрите. Вот девушка, она меня вызывает, хочет, чтобы я объяснил. Вот девушка, она попала на землю, потому что она человека с Богом перепутала. И цель ее жизни заключается в том, чтобы это назад вернуть. Она должна Бога поставить выше. Перестать каждый день вот думать о том, о этом человеке, который она снит, и мне как бы снится постоянно, ей каждый день. а начать в молитве почувствовать высшую истину и отвязаться от этого человека. Он не то, что вы перестанете думать. Любовь – это очень чистая, благородная вещь. Она никогда не пройдет из сердца. Но она не будет вас душить, потому что вы жить не можете. Вы не можете семью завести, детей рожать из-за того, что вам хочется назад к этому человеку, который не на земле находится сейчас. И для того, чтобы вам не хотелось вот так вот, для этого нужно в молитве почувствовать высшую истину, чистоту, и ваше сердце возрадуется и поймет, кого по-настоящему надо любить и кому надо по-настоящему привязываться, а кому надо служить. Близкий человек дается для того, чтобы мы помогали ему. Любовь в данном случае означает забота. А вот высшее чувство веры – это Богу должно принадлежать, а у вас принадлежит человек. в этом заключается парадокс вашей жизни, который вы должны решить. Это не за пять минут, я вам концептуально сказал, но вам теперь надо молиться Богу и пройти этот путь за эту жизнь, чтобы вы почувствовали чистоту, радость от Бога, высшую радость почувствуете. И к человеку привязанность уже не будет так сильно беспокоить. Это другая тема, да, утренние часы лучше. Разобрались? Еще раз повторяю вам всем, вызовы жизни означают вот это, у каждого человека свое, означает, что твоя вера пошла не туда, и поэтому ты уперся в жизни в тупик. Вера пошла не туда. И есть только один способ выйти из этого тупика, это возвращать веру назад. Это ежедневная молитва, изучение духовной жизни, что такое высшее счастье, чистая светлая память. Даже когда, допустим, разрушилась семья, муж ушел, допустим, женщина не может выйти замуж. Она хочет замуж, а не может, потому что вспоминает мужа своего. Поднимите руку, вот это есть. Для того, чтобы выйти замуж, надо понять, что эта связь не разорвется с мужем, она останется в этой жизни. Но если она станет светлой, эта связь, если вы будете в молитве славить Господа и попытаться очистить эту ниточку связи, чистая светлая память об этом человеку, пойдет у вас чистая светлая память. Спасибо тебе за все, что у нас было между нами. «Прощай», со всех вокзалов, поезда уходят дальние края, «Прощай, прощай», «Мы расстаемся навсегда, под белым небом ямаря, «Прощай», ничего не говори, ничего не обещай». «Если чистая светлая память появится, тогда вы найдете следующее, потому что связь останется, но она должна быть чистой, не должно быть обид, не должно быть ожиданий, не должно быть еще чего-то, только чистая память, все. И она, чистая память называется очищением отношений, ты очищаешь все отношения, очищение не очистил и дальше, не очистил, живи в них, сиди в этих отношениях». Дальше. Понятно? Вот это вызов судьбы вашей. Вызов. Не можете выйти за... Ну, блин, он уже давно женился, а я не могу. Что за хрень вообще? А? Такая у нее светлая память, когда человек бросает, ему Бог сразу дает телку, которая втрюхивается по уши. Это так Бог проклинает мужчину. Вот этот телк, он втрюхивается в нее. Потом она ему выносит мозг, потому что он из нее тянет кровь, то, что он... Вот. И бросает его. И он получает тот же результат, что и получила жена. Особенно, если несколько детей, то он троих-четверых людей бросает. За это будет втрое отвечать, четверо отвечать. И Бог мужчине сначала дает очень сильную любовь, он по уши погружается. Если мужчина узнал себя об этом, тогда раскаивайся в том, что ты сделал своей женой. Хочешь остаться со своей девушкой, раскаивайся. У тебя еще есть время. Потому что когда придет время, она тебя должна бросить. А женщина, когда бросает, получает одиночество, холод в сердце. И она должна раскаиваться, чтобы этот холод убрать. каждый человек, когда не по законам Бога живет, будет отвечать за это. Хоть он хороший человек, хоть плохой. Имеет значение. Придется страдать. Надо раскаяться. Понятно? Смотрит на меня. Ловите мандарин. Че вы обворачиваетесь? я вам. Раскаиваться надо. За что? Вспоминайте. Смотри, бабушка что делала? Не бросали никого? Нет. А? Нет. юные. больно не делали человеку? Не бросали? Не вспоминал вас? Через полтора года начнется тяжелый период. нужно молиться, готовиться. Молиться, готовиться. Причина тяжелого периода грех, бросание человека. Скорее всего, в прошлой жизни, не в этом. Но молитесь, и все на тяжелый период начнется обязательно, через год и четыре месяца. Обязательно начнется. Но если вы будете молиться, работать над собой, он не начнется так сильно, не прибьет вас, а просто будет тяжело. Все будет хорошо. Связан с личной жизнью тяжелый период. Будут испытания такие. А? Тебе? Можешь еще внук родиться. Тебе? Внук родиться? Конечно. Всегда ответственно. Ладно, мои хорошие, простите, что я вас мучаю. Может быть, это так надо, чтобы вы развивались. Хорошо. Итак, вызовы жизни. Принятие решений. Есть три круга судьбы. Вот судьба это энергия времени. Знаете, что такое время? Знаете, что такое время? Время это энергия. Какая энергия? Самая сильная в этом мире. Сильнее энергии не бывает. там фильмы тогда покажут, что время преодолели. Человек раз что-то сделал и попал на какую-то планету в другое время. потом назад на землю попал. Это все сказки. Время все движет в одну сторону. Ход времени невозможно изменить. Физическое тело время движет к старению. Психическое тело увеличивает трудности с каждым годом. С каждым днем все не посильнее кладь. вот маленький ребенок у него есть судьба или нет? Есть, но он ее не чувствует, потому что в детстве время в психическом теле хорошую энергию дает. И поэтому в детстве человек крылатые качели летят, летят, летят. И все кто с детьми соприкасается тоже испытывают счастье. детство дает счастье, время не дает плохую судьбу, не дает влияние. Чем старше человек, тем больше за единицу времени выходят трудности из сердца, из судьбы. Больше испытаний, для чего так устроено? Для того, чтобы мы развивались. В детстве еще нечем развиваться, разум еще не включен, поэтому наслаждайся жизнью. Потом взрослее становишься, будешь развиваться. С каждым днем все непосильнее кладь, то есть будешь учиться судьбой, принимать с возрастом все сильнее. Учиться этому надо. и в победе над судьбой судьба означает энергия, время, оно внутри нас действует как судьба. Вот есть общее время вообще, оно действует внутри меня еще. И вот это и есть судьба. Доктор говорит, я же это буду, я бы вам не советовал судьбу почувствовал пациенту. Судьба. И когда человек, судьба означает наши прошлые поступки. Совершал какие-то прошлые поступки, будешь получать наказание. Вот я почувствовал вашу судьбу, почувствовал приближение того, что испытание. У меня так же было тоже два года назад, но я чувствовал за три года до этого и молился, молился, молился. И у меня вот линия жизни вот здесь заканчивается. И на правой, на левой руке это 67 лет, 57 лет вот здесь 57 лет. А мне 59 уже. то есть два года назад я должен был да, у меня такие события начались два года назад там, мне начали клеветать там, пытаться посадить тюрьму, там, отжали субсети у меня. Вот все, что я делал для Бога, тоже как бы это себе пытались присвоить этот проект люди. Мои помощники начали против меня целая так сказать загадка. И никто не мог мне помочь. Я остался один. Никто не понимал что происходит. Но я до этого молился, готовился, и поэтому ни стресса у меня не было. Было очень тяжело. Все вернулось назад, все восстановилось в моей жизни. Но вот этот период он был предначертом, то есть пришло время и началось. это все нормально. Но что такое принятие решений? У судьбы есть три круга. Если говорить о победе над судьбой, то самый глубокий первый круг судьбы находится там, где шарик психический в сердце человека. Когда человек чувствует тревогу здесь все плохо. Это первый круг судьбы еще. Если человек помнит о Боге, думает о Боге, судьба это то, что это такое. Мы на бедокурили, за это отвечаем. Это непреклонный закон. Это энергия Бога. Время это энергия Бога. Он этот мир дал жить сам, самому по себе. Бог не вмешивается. Что сделали, то и получили. Он не вмешивается. Но кроме энергии Бога есть еще его личность. Он сам действует тоже как личность, если мы этого хотим. если мы начинаем с ним личный контакт устанавливать, то это сила, которая меняет жизнь. И то, что на руках нарисовано, все может измениться, то, что в гороскопе, все может измениться. Понимаете, это называется милость. Вот эта энергия милости, она должна начать действовать вот сюда, вот тебе. Если ты помнишь о святости, о Боге, молишься, взаимодействуешь с высшей истиной, то у тебя сердце постепенно очищается от этого чувства, у меня все плохо, я не могу. И в сердце появляется спокойствие, чистота такая. Поднимите руку, у кого в представитель молитвы это произошло. Это первый круг судьбы. Дальше идет второй. Второй означает связь, наша связь с кем-то, с каким-то человеком, или с организацией, или с страной целой, связь с тем, что тебя мучает. И эту связь надо очистить. Это второй круг судьбы. И вот когда человек очищает второй круг судьбы, вот этот вот, то в это время приходит знание, что делать, потому что действие происходит в социуме. Вот это второй круг судьбы, это не внутри меня находится, это находится в социуме, это наша связь с людьми. Вот на первом круге, судьбы, женщина даже не может думать о нем, так ей больно. Вот поднимите руку, кого бросил муж. Вы можете думать о нем? Сейчас уже могу, а раньше могла? Нет, больно было. Вот это значит, вы первый круг судьбы. Сейчас спокойствие в сердце появилось? Да. Теперь на втором круге судьбы вы уже можете думать о нем, вы даже можете разговаривать с ним. Можете разговаривать с ним. Сейчас я графон переставлю. Я правой рукой машу все время, но с ним вошли в противоречие. Вот. Можете разговаривать с ним даже мысленно и так. это означает, что вы очищаете второй круг судьбы. И на втором круге судьбы, вот когда вы чище там стало, спокойнее, стало, тогда на этом этапе человек уже сначала получает знание, что делать, а потом принятие решений. Принятие решения даже до полного очищения судьбы происходит, потому что третий круг судьбы находится внутри мужа уже. Вот когда вы его очистите, у него совесть начнет работать. Совесть это контакт с Богом. Когда человек грех совершает, Бог закрывается, то есть он не может понять, что он неправильно что-то делает, ему кажется, у него все правильно, он классно, вообще проблем нет. Вот. Только на третьем круге судьбы у человека включается совесть. Еще до этого не дошло. Вы находитесь на втором круге судьбы. На втором круге судьбы это ниточка свою половинку вы уже очистили и начали очищать его половинку. Это значит, что у вас около 60% побед над судьбой. Вот в этих отношениях данных. Вот. И уже, конечно же, на этом этапе человек начинает чувствовать, какое решение надо принять. Решение не может возникнуть, когда у тебя здесь горит все внутри. Но, мои дорогие друзья, хочу вам сказать еще очень важную одну вещь. Если вы в жизни не встанете на правильный путь, то вы даже побеждать судьбу не сможете. Вы так и будете в этом жаре, гореть. Сердце будет пылать многие годы. Потому что первое, что человек в жизни должен сделать, он должен сделать то же самое, что сделал Иисус Христос. Что он сделал? Что? он что-то сделал вообще? Что он сделал? Он взял свой крест и понес его в горло. Него кидали камнями, поливали те, ради которых он это делал. Первое, что человек должен в жизни сделать, он должен взять свой крест, он должен принять свою судьбу. Вот у меня такой муж, я это принимаю, а что значит принимают? Значит согласная я, с тем, что произошло согласная, сын ушел в жизни, согласная я, согласная. Крест это, понимаете, да, что такое крест? Это не в Сочи ехать, это на Голгофу, это другое мужа. Ну, то есть каждый человек имеет свой крест, у каждого есть то, что он не хочет с чем согласиться. Иисус Христос плакал сначала целую ночь в Оливковом саду, целую ночь не хотел эту участь принимать, а потом он понял, что Бог хочет и надо это принять. И это то, что касается нас, каждого человека в жизни, поймите, примите свой крест и потом все наладится. То есть принятие своего креста, почему люди страдают, потому что у них неправильное представление о том, как все должно наладиться. Вот если я бунтую, сопротивляюсь, не хочу такую жену, не хочу такого ребенка, не хочу такую работу. Человек думает, что если он так будет орать, визжать, то у него тогда все наладится, да? Нет. Если ты не принимаешь судьбу, почему ты такую судьбу получил? Потому что сам что-то бедокурил. в этом мире этот мир соткан из одной только правды. Здесь нет лжи, он соткан из правды. Все, что с нами происходит, это так и должно быть. Ничего не случайно, ничего не справедливо. Почему у меня не справедливость колокочит сердце? Потому что у меня нет знания. Ну так ты просто возьми и научись принимать. Прими свой крест, скажи да, да, вот, я не знаю почему, но я согласен. Я не знаю почему так произошло, я считаю, что это несправедливо, но я согласен, спасибо Господи, что так у меня в жизни все происходит. Это не означает, что я согласен, типа бейте мне по морде, что хотите со мной делать, сажайте меня ни за что, выгоняйте с работы, бросайте меня. Нет. Согласие означает, что те страдания, которые ко мне приходят, они не случайные. Значит, так надо, значит, в прошлом я что-то не так сделал, что я теперь получаю эти страдания. Может быть, в этой жизни я все правильно делал, но в прошлом я что-то не так сделал, теперь я получаю эти страдания. Они мне нужны, я не знаю зачем, но я, Господи, согласен с тобой. Знаете, вот в сознании человека действует судьба или милость. Как определить, что сейчас действует, судьба или милость? Судьба или милость? Когда действует судьба, то, соответственно, может быть, все что угодно. Она очень жестокая, посвятая. Ей пофиг, помрем мы, не помрем, заболеем раком или нет. Мы часто от этого сильно очень переживаем, что не понимаем ее природу. Природа судьбы очень жестокая. ей все равно на нас абсолютно. Она просто выполняет закон по отношению к нам и все. Когда милость действует, это совсем другое дело. Милость человека спасает, дает ему знание, воскрешает, помогает ему. Вот каждый человек на этой земле должен знать, когда действует судьба, а когда действует милость. Вот как почувствовать, что действует судьба? Как почувствовать, что действует милость? Ну-ка скажите мне. Судьба плохо, депрессия, милость это легкость, радость. Да, 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 депрессия все плохо. Действует судьба, когда радость, легкость, действует милость. Хорошо. А как переключиться с судьбы на милость? Принять. Принять. Смерть. Принять. Кто сказал принять? Что значит принять? Принять. Согласиться. Что это значит? Согласиться. Согласиться. Вот смотрите, мои хорошие, зачем нужна вообще молитва? Молитва это как раз вот этот вот переход от... Судьба, она мучает человека, и у него внутри чувство несправедливости, он постоянно ропчет, там, все плохо, все достали. Вот вы руку поднимаете, я вам скажу, у вас такое состояние было позавчера вечером, перед сном, вспомните. Вы говорите, ааа, все плохо, блин. Вспомнили? Вот это судьба. Она на вас навалилась, и вы говорите, ааа, сердце наступает, ааа, блин, достали, сколько можно. Это судьба. Теперь смотрите, если человек садится, рано утром и начинает думать, спасибо, Господи, он не то, что он прямо вот благодарит за все, а он так хочет, он так думает. Это называется разум. Разумное существование означает, что человек заставляет так себя думать. Он говорит, спасибо, Господи, за все, что ты мне даешь. Он сам думает, блин, спасибо, Господи, благодарен тебе. Что такое аллелуйя? Аллелуйя означает спасибо, означает благодарен. Слава тебе, Господи, Спасибо. У мусульмана Альхамдулили то же самое. Во всех верах есть это. Спасибо тебе, Господи. Во всех верах. Это и есть молитва. Зачем она нужна вообще? Она нужна, чтобы вот от этого состояния перейти к этому. Это состояние означает, что тебя будет убивать в жизни. А это состояние означает, что жизнь тебя, та же самая жизнь, будет тебя спасать. И жизнь начинает спасать человека, когда он благодарен. Вот человек, допустим, стоит, ему должны так, там, пятнарик. Я в детстве анекдот такой... Комиссия приехала, ну, хотела приехать в пионерский лагерь, я приехала на зону. Ну, не заметила как-то. Говорит, ну, всех этих там пионеров выстроили. Они подходят, говорят, вам сколько лет? Он говорит, мне пятнадцать. А вам сколько? А мне двенадцать. А вам сколько? Мне одиннадцать. А вам сколько? Мне пятнадцать. Я бы вам больше дала. Он говорит, а нам больше не дают, у нас пятнарик это вышка. Вот, этот человек стоит, ему должны петарик дать, и он говорит, я со всем согласен. Я принимаю свое внимание, спасибо вам большое, что вы обо мне заботитесь, и прокурор смотрит в глаза очень внимательно в это время, это игра или не игра, что это с ним происходит, и если он видит, что человек раскаивается, уже не пятна рихует, а меньше сразу, потому что начинает действовать милость. То есть милость, это что такое? Это когда человек вот свой крест принял, со всем согласился, и он начинает славить Господа в это время. Славит, славит Господа, благодарю тебя, спасибо, спасибо. И в это время его сознание отсюда переходит вот сюда. И как это, в чем эта милость выражается? Она выражается в том, что у человека постепенно в сердце сначала все успокаивается начинает. Но это может уйти несколько месяцев, все зависит от силы судьбы. Но потом он чувствует спокойствие здесь, ему хорошо. Снаружи все плохо, а внутри хорошо. Муж все так же пьет, угрожает, а в сердце хорошо. Здесь спокойно стало. Это 33% побед над судьбой. Это уже пошла победа над судьбой, пошла. А почему она пошла? Почему на милость перешел человек? Почему все сгорает? Он же должен отвечать за свои грехи. Нет, как раз спрашивают, ну как Олег Геннадьевич, если он на бедокуре, он же должен отвечать. Понимаете, цель человеческой жизни не в том, чтобы отвечать за грехи, а в том, чтобы понять, куда двигаться. Если человек уже к Богу пошел, уже сейчас, зачем его мучить? И поэтому так устроено, если человек принял свою судьбу, свой крест принял, вот он принял его, все, он его несет, то дальше можно побеждать судьбу. А до этого нельзя. Ты будешь действовать, все будет идти по закону. Но как только ты принял судьбу, дальше не закон действует, а милость. И это состояние, когда тебе милость действует, это состояние благодарности. Человек благодарит все. Спасибо, Господи. Спасибо субтитры.